Всем привет! Сегодня снова с вами Басон и сегодня у меня на канале обзор моего нового гаджета. Это игровая клавиатура Corsair Gaming K70 RGB Rapid Fire на новых механических привлечателях MX Cherry Speed. Вот о чем стоит данный логотип. Клавиатура полностью механическая, выполнена на механических привлечателях MX Cherry Speed, которые являются самыми быстрыми свечами в данных вообще свечах механических. Его длина хода 2 мм и разрабатывание на 0,2 мм. Для сравнения MX Cherry Red имеет длину хода 4 мм и разрабатывание 2 мм. В принципе вся остальная линейка тоже имеет такую. Клавиатура здесь на коробке изобретена с английской раскладкой, но клавиатура имеет и русскую раскладку, о чем следует данная наклейка, что издание RU. Клавиатура имеет подставку, покрытую софт-тач пластиком, которая на ощупь в принципе как резина, но руки по крайней мере на нем не скользят, что используются Cherry Switch. Также, чтобы поддерживать фирменное приложение Corsair Utility Engine, которое позволяет настраивать подсветку, клавиши, писать макросы и все остальное. Также показывает, что имеется динамическая мультикалорная подсветка, клавиши. Клавиатура выполнена из алюминия, то есть не пластик, точнее там есть пластик, он снизу, но верх выполнен именно из алюминия. Системные требования к данной клавиатуре предъявляемые. Здесь написано, что нужно USB 3.0, но на сайте Corsair почему-то было написано, что 2.0. В 3.0 я воткнул, в принципе все работает нормально. Частота опроса клавиатуры 1000 Гц, время опроса 8 мс, 4, 2, 1 и BIOS MOD. Имеется также 32-битный ARM процессор, размеры клавиатуры, вес ее 1200 грамм, то есть больше килограмма, но это в принципе не ощущается, если у кого-то была большая клавиатура. Скажу честно, клавиатура мне понравилась, я ей попользовался уже где-то недели-две. Клавиатура была в такой коробке, а внутри была еще вот такая коробка, которая как стандартно в принципе распространяется. Два мануала, краткое руководство и гайд. Клавиатура была сама запакована в полиэтиленную упаковку. Также здесь такие гейкапы есть сменные. Они варьируются для именно жанров игр. Вот здесь сзади в клавиатуре показано, что есть FPS, подсвет как бы, и MOBA. И вот клавиши как раз-таки для них идут именно клавиши Q, V, E, R, здесь или S, D. Ну, в общем, F, D. Для MOBA раскладки вот этот набор. А, вот R, да. Ну, для MOBA. А вот этот для FPS, то есть V, S, D, а стандартная раскладка. И экстрактор для снятия гейкапов с клавиатуры. В принципе, он очень нужен, потому что свободные кнопки, такие как, например, стрелки, можно снять еще пальцами. А вот здесь маленькое расстояние, и невозможно, в принципе, подобраться, чтобы не повредить свечи и, в принципе, лучше использовать то, что дается. Клавиатура, я говорил, имеет сквозной USB-порт. Тоже, в принципе, поддерживается, так по-моему, 3.0 он. И вот переключатель как раз опроса. Здесь также указана информация о свечах, что у них сил срабатывания, как и у MXC Cherry Red 45 грамм, то есть они легко срабатывают. И также, ну, эта клавиатура, учитывая, что у нас есть подсветка GB, она поддерживается положением фирменным Corsair Utility Engine. Там же можно подключить и мышку, и гарнитуру, которые поддерживают тоже GB-подсветку. И у клавиатуры, как я читал, есть режим эквалайзера, который работает именно только если у вас есть гарнитура Demo Void Wireless, которая как раз-таки есть изображена, вот она. Тогда у вас будет работать эквалайзер. Но есть стандартные, ну, сторонние, так сказать, драйвера, которые позволяют использовать этот эквалайзер, но стандартные придут отключать. Говорят, что они конфликтуют. Может быть, сейчас исправлено уже. Также клавиатурой указано, что 2 года гарантии дается компании. Давайте посмотрим саму клавиатуру. У меня стол со стойкой выдвижной, поэтому она находится внизу у меня. Как видно, клавиатура полноразмерная, но не разбахана с дополнительными клавишами макросов, как K95 слева. Тем более, сейчас платину вышла, у нее маленький блок однорядный, а K95 у нее здоровый блок, то есть еще увеличивает ее габариты намного. Здесь у нас полноразмерная, из-за того, что у нас вот этот цифровой блок, он присутствует к клавиатуре. Если брать K65, то она обрезанная, короченная версия, то есть у нее вот этого блока нет. Здесь у нас ведут стандартный набор клавиш. Shift у нас левый длинный, Enter у нас одноэтажный. Пробел никакой не увеличенный, то есть стандартный, длинный. Не толстый, ничего. Также у нас идет блок мультимедийных клавиш, то есть здесь идет стоп, назад, плей-пауза, вперед. Также включение-включение звука и ролик управления громкостью системой, либо плеером, который вы в данный момент сейчас пользуетесь. Также есть клавиши отключения-включения подсветки режимов. Это вот сейчас выключена подсветка, то есть в принципе все надписи читаются хорошо. Первый режим подсветки уровень, второй, третий максимальный, и все, вот включается. Раз, два, три. Подсветка в принципе не такая навязчивая, глаза от нее не болят. Дальше у нас идет кнопка отключения блокировки Windows кнопки, то есть случайно в время игры, чтобы не вылететь Windows, как это бывает, она-то нечаянно путаешь с Alt, Ctrl, промахиваешься, еще что-нибудь. Вот цвет она тоже меняет. Вот все, мы еще включили обратно. Вот он логотип. Как я говорил, здесь алюминий у нас, винты, сборка. Скажу честно, из минусов могу еще, кроме того, что вот эти кейкапы сменные, они прорезиненные, вот они. Они прорезиненные, имеют разные углы наклона. Они не имеют русских символов, то есть если их ставить, их только ставят для игры. Они непригодны для печати. То есть если вы на русском будете печатать, вы не сможете, потому что вы полноценно не будете видеть русских символов. Вы будете вспоминать, какая буква находится под данным символом. Если вы, конечно, знаете клавиатурную изусть, какие-либо символы, то в принципе можно ставить и пользоваться, но если кто-то к вам придет и попробует напечатать что-то, то он не сможет это сделать как говорится кому как кому нравится кому нет давайте включим подсветку снимем один из кейкапов вот они свечи max cherry speed они серого цвета как известно свечи cherry имеется цвет в зависимости от марки серии здесь данный speed они сделаны серым цветом есть еще по-моему slip что ли они розовые то есть они тихие сделаны так как механика говорят что шумят очень сильно нас либо ними на 40 процентов тише то есть не имеет такой же звук как и принципе чертеже и миксер это но они не тише что я могу сказать в этих вещах как видно там непрозрачный то есть для большие рассеивания цвета то есть нет белой подложки что принципе как бы мозолила глаза они не выделяются они под кейкапами находятся кейкапа легко устанавливаются давайте включим подсветку что я могу сказать о подсветке подсветка насыщенная мультикалор как и положено на хорошо видны все символы даже русские символы хотя здесь сделано так что английские символы намного крупнее русских и русские немножко приподняты довольно середины так как свечи у нас по центру а россияне цветы по краям но все равно подсветка достаточно хорошая и как видно вот яркая он на камеру может быть и плохо будет видно но в живую она намного ярче и насыщеннее выходит как я говорил здесь есть usb порт сквозной давайте верну клавиатуру вот он usb порт для подключения ваших гаджетов зарядки устройств мышку да можно подключить и можно включить гарнитуру также вот решитель опроса 1 2 4 8 миллисекунд режим bios и провод здесь как видно толстый в оплетке за счет того что здесь идет сквозной хаб вот этот порт вот принципе трудно гнется но в принципе как проложил и забыл то есть это неважно давайте примем клавиатуру клавиатура у нас имеет без подставки вот этой 4 прорезиненных ножки небольшие 1 2 он здесь вот 3 и он 4 что не позволяет клавиатуре скользить также имеется ножки такие вот но они к сожалению прорезиненные но если принципе постараться то можно какую-нибудь ну типа резиновой тоже прокладки купить поставить чтобы не скользило вот они две ножки верхних это для регулирования высоты подъема также здесь предусмотрели и подъем полностью клавиатур на высоту что пропускать под нее кабели то есть можно вывести с бихаба кабель проложить его под клавиатурой поднять эти ножки их две они тоже не прорезиненные и будет клавиатура стоять а провод будет проходить под ней в принципе они мне не нужны поэтому их убираю также подставка в средстве на такие защелки и пижина также легко снимается она свободно ходит то есть вверх вниз там угол не обзор большой то что позволяет под разную там наклон регулировать стала также на ножках здесь на подставке есть три ножки прорезиненные как видно это добротно собранные тоже должны подставки болты есть закручены вот что это корсеровская серийник партийник даже выгравирована в общем клавиатура такая увесистая действительно килограмм весит что можно сказать об этом клавиатуры хотя вам ее не таскать ее поставить но если с собой таскать на соревнования килограмм это тяжеловато будет ну если привыкаешь ты накачанный мужик то тебе это пофигу из режимов подсветки мне сейчас используется именно радуга также режимов здесь несколько вот есть спиральная радуга видно как спирали переливаются цвета здесь позволяет регулировать направление подсветки его скорость то есть можно с помощью положения регулировать можно медленно сделать также вот у меня была стояла радуга обычная то есть это переливание можно менять направление скорость также есть режим визор то есть вот так вот влево вправо в клавиатуре бегает также меняется цвета перемены можно как хочешь дождь прикольно выглядит смена цвета то есть идет плавная смена цветов без погашения именно самой подсветки то есть выбираете там цвета какие можете тоже импульс то есть тухнет подсветка гаснет полностью и опять загорается другим цветом также настраивается скорость направлений еще фигня цветовая волна то есть вот он входит слева направо то можно справа налево разным цветами можно сверху вниз как угодно дальше с подсветка клавиш печати импульсы пункт пустил ли был нет ставая волна была у нас вот процент к 5 клавиш то есть каждый клавиш имеет свой цвет нажатии постепенно затухает есть пульсацию нажимаешь прикольный эффект то есть нажимаешь и происходит импульс от той клавиш который нажали также скорость распространения цвета можно убирать также есть два режима это визуальное воспроизведение через гарнитуру вводит и запись через клавиатуру вводит не клавиатуру а гарнитуру и будет отображаться свет на клавиатуре то есть как эквалайзер будет действовать будет клавиатура отображать эквалайзер записи и воспроизведение через эту гарнитуру у меня к сожалению нету поэтому эквалайзер не покажу дальше статический свет то есть выбранный любой какой хотите цвет будет стоять также можно яркость настроить дальше есть общая подсветка то есть ведь меняется просто резко любыми цветами мне больше нравится именно радуга почему-то так и ненавязчивый не кимонтизирующий принципе и скорость можно поставить на среднюю нормально будет все это регулируется через приложение именно корсеровская который идет скачивается с сайта единственно что колокол отру подключаешь компьютеру она светится все клавиши красным подсветка и именно vsd а и стрелки будут светиться белым то есть когда приложение будет запущен тогда уже будет работать живи подсветка больше на работ никак не будет некоторые жалуются что после лечения компьютера пока питание отключишь клавиатура горит красным там то есть подсветка работает правильно она будет работу что идет питание через порты клавиатура механическая что значит она шумная в сравнении с мембранкой хотя бы мембранка в принципе была такая же шумная и здесь отличие особо не заметил даже если не использовать свечи которые с липовские что ли которые имеют на 40 процентов меньше шума вот для примера это клавиши обычная учитывая ход срабатывания то можно не нажимать научиться полностью клавишу не долбить по ним тогда шума не особо много конечно зубы в новой если здесь более шумный то сам пробел но если в принципе при наловчиться привыкнута уже не будет раздражать никого ничего но при смене раздражает скорость срабатывания очень быстро то есть с спиды делают свое дело в принципе это и игровая клавиатура то есть назначена для игр для того чтобы как можно быстрее срабатывали клавиш то есть не было такого что нажали как это не я нажал они не сработало то есть чтобы уменьшить за максимально задержки срабатывания вот она подставка можно принципе с подставки используя поставил она такая пористая как бы точку покрыта в некоторых литрах она разделенная есть но здесь на цельная сделана то есть нет такого что здесь кусочек было здесь точно цельная клавиатура мне очень понравилось хоть некоторые там и говорят что кабель большой толстый неудобно мне принципе без разницы я его не трогаю он там проложен где-то внизу компьютера и фиг с ним мне главное сама клавиатура чтобы работала исправно то есть все полностью хорошо работает вот так выглядит приложение корсеровская как видно слева перейдет мышка наверху потом гарнитура даже есть коврик вот здесь вот и вот наш клавиатура здесь настраивается в действия различные для клавиатуры подсветка быстродействие то есть можно там даже настроить вот как видно цвет кнопки блокировки windows кнопки вот именно включаем чейн цвет также игнорировать какие-то функции системы то есть принципе скажу честно вот клавиатура мне вот очень понравилось и я уже с ней поиграл видно что очень быстро срабатывает и чувство в сравнении с мембранкой очень необычное и очень приятно то есть стоит отдать денег за механику и будет приятнее играть на ней единственный минус еще один этой клавиатуры это цена она мне обошлась где-то в 15 тысяч рублей то есть с нижними ценами она дороговато но кто любит качественный товар тем более с такими переключателями скоростными то принципе можно выложиться и забыть учитывая 50 миллионов нажатий что она сделана из алюминия то есть качество у него исполнение хорошее учитывая корсеры то что они брендовые товары выпускают не то что просто за бренд а за качество не отвечают то есть много продукции очень качественная у них и качество брака маленькая которая мне нравится поэтому если у вас есть деньги и вы копите принципе вам стоит подождать если вам не нравится макро клавиши можете не покупать другие клавиатуры которые дорогие как как 95 который мультимедийные клавиши здесь слева и купить такой если вы не любите полноразмерные то вы можете купить к 65 с обрезком то есть отрезать этот корпус но мультимедийные клавиши нет и принципе я советую эту клавиатуру для покупки хоть она и дорогая но она стоит своих денег и качество видно на лицо на этом я думаю закончим всем спасибо за внимание оставляем комментарии под видео и отвечу на интересующие вас вопросы подписываемся ставим лайки всем удачи всем пока ждем еще каких-нибудь обзоров